Уроки по изучению Библии Чего-то прося у Него Он сказал ей Чего ты хочешь? Она говорит Ему Скажи, чтобы сии два сына Мои сели у тебя Один по правую сторону, а другой по левую в царстве Твоем Иисус сказал в ответ Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую Я буду пить Или креститься крещением, которым Я крещусь? Они говорят Ему Можем И говорит им Чашу Мою будете пить И крещением, которым Я крещусь Будете креститься Но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую Не от Меня зависит Но кому уготовано Отцом Моим Услышав сие прочие десять учеников Вознегодовали на двух братьев Иисус же, подозвав их, сказал Вы знаете, что князья народов господствуют над ними И вельможи властвуют ими Но между вами да не будет так А кто хочет между вами быть большим Да будет вам слугою И кто хочет между вами быть первым Да будет вам рабом Так как Сын Человеческий не для того пришел Чтобы Ему служили Но чтобы послужить И отдать душу свою для искупления многих Могут ли наши молитвы навредить другим? Могут ли наши молитвы вызвать дополнительные проблемы? Или ухудшить без того плохие дела? Не будем уклоняться от этих вопросов Во многих случаях то, о чем просят в молитве Остается неисполненным? Почему на поле брата Джонса не вырос хлопок? Люди молятся о солнечной погоде, а идет дождь Братья молятся о том, чтобы им была дарована жизнь, а умирают Иисус и Павел трижды выражали в молитвах конкретные просьбы, но им было отказано Пойдем дальше Зачем продолжать молиться, если вы не получаете то, чего хотите? Этот вопрос, задаваемый эгоистами, которые требуют милости в обмен на молитву Другие, уничижая себя, стесняются просить о чем-либо, касающемся их самих Это парадокс молитвы, ее глубокая тайна Что мы узнали? Сила не в молитве, а в Боге В том Боге, который слышит молитву и отвечает на нее Молитва сильна тем, что Бог слушает и действует Один мой старый приятель мудро заметил Когда ищешь Бога, получаешь руководство Когда ищешь руководство без Бога, ничего не получаешь Если думать о том, что молитва изменяет Бога Можно прийти к недостойным мыслям о Боге, человеке и молитве Разум человеческий не выше разума Божьего Быть причастным к небесным решениям Это ошеломляет, смиряет, заставляет благоговеть Давайте осознаемо это Молитва находится в центре глубоких богословских, логических и практических проблем Понять молитву значит охватить разумом Бога Несмотря на простоту молитвы, все, что связано с ней, далеко не просто Нужно время, чтобы войти в присутствие Божье Нужно время для изучения Библии Нужно время для поклонения Нужно время для того, чтобы быть святым Нужно время для того, чтобы молиться Молитва только для беспомощных и смиренных В молитве мы говорим с Господом Богом, Творцом Вселенной Что бы вы сказали королю, знаменитости, прославленному герою Что можно сказать всемогущему Богу Что может быть замечательнее сознания этого Я говорю, а Бог слушает Поразительно Бог не только допускает это Он повелевает это делать Мы не знаем, как молиться Откуда мне это известно? Из Библии Так написано в послании к римлянам Восьмая глава, двадцать шестой стих Ибо мы не знаем, о чем нам молиться Прочтите внимательно этот отрывок Еще раз, Матфея, двадцатая глава С двадцатого по двадцать восьмой стихи У Якова и Иоанна были непомерные желания Они интриговали, они действовали Они даже заставили свою заботливую мать Делать то, что хотели они Это было ребячество Учение такого не допускало Это было неправильно Это могло навредить другим Такова истина жизни Люди постоянно ставят себя в глупое положение Рассуждая о политике, о большом бизнесе Или даже церковных делах Когда мы уже научимся? Человек знает так мало, меньше капли Письма к редактору более смешны, чем карикатуры в газете Человек не знает, не может знать Ио впознал это на собственном тяжком опыте Он думал, что может спорить с Богом Он вооружился доводами Но затем пришел Бог И Бог задал вопросы, а Иов не мог ответить Ни на один из элементарных Божьих вопросов о жизни И затем Иов раскаялся Читаем об этом в сороковой и сорок второй главах книги Иова Иов хорошо усвоил урок Бог есть Бог, а человек это всего лишь человек И тем не менее Бог приглашает человека поучаствовать в своей работе Многие думают, что небеса будут вечной викториной Где на вопросы будет отвечать Бог Не делайте на это ставку Кто-то сказал, у меня было тысячи вопросов к Богу до тех пор, пока я не встретил Его Найти Бога и узнать, что Он хочет, важнее наших желаний Иакову и Иоанну пришлось усвоить, что молитву нельзя сводить к детским просьбам Семья не должна потребительски относиться к молитве Хоть это и наша привилегия Даже святые не должны пытаться манипулировать Богом Бог постоянно хочет слышать наши молитвы Бог действительно хочет отвечать на наши молитвы Но в молитве мы должны хотеть познать Бога, а не использовать Его Не зная Бога, мы не сможем получить доступ к Его силе Вот в чем вопрос Знать почему на одни молитвы дается ответ, а другие остаются без внимания Значит иметь разум Бога, быть всеведущим Сокрытое принадлежит Богу, написано во Второзаконии 29.29 Небеса по-прежнему выше земли Бог творец, а мы Его творение Понять молитву значит быть Богом Кроме того, если человек будет все знать, то зачем тогда молиться Мы верим в Бога или в наше идолопоклонническое представление о молитве Если мы верим в Бога, тогда мы будем молиться и спокойно ждать Человеку нужен Бог, а не объяснение Разум человека слишком мал, чтобы вместить объяснение Бог так ничего и не объяснил Иову, но он пришел Иову был нужен Бог, а не ответы Нам нужен Бог, и поскольку Бог есть Бог, тогда действительно наше ли дело знать как или почему он отвечает на молитву Бог не руководит нами без нашего мышления или вопреки нашему мышлению Он руководит через наше мышление Кто-то заметил, можно слушать записи, читать книги и ходить на молитвенные собрания Но вы научитесь молиться только тогда, когда начнете молиться Не надо философствовать о том, молиться или не молиться Молитесь, молитесь до тех пор, пока, основываясь на Писании, вы не убедитесь, что Бог ответил на ваши молитвы Мы теряем так много, сосредотачиваясь на таком малом Иисус упрекнул Иакова и Иоанна Однако прочтите еще раз этот отрывок Матфея 20 главу с 20 по 28 стихи Как будто в первый раз Мать и сыновья пришли к Иисусу и поклонились ему Даже в свои лучшие минуты человек – жалкий неудачник Совершенных людей нет Они обратились с просьбой Посмотрите, что ответил Иисус «Что ты хочешь?» – это 21 стих 20 главы Иисус хочет, чтобы его просили Он хочет воздавать нам Нет ничего плохого в том, чтобы приходить к Иисусу и просить Иисуса о чем-либо Упрек Иисуса серьезен, даже резок «Не знаете, чего просите?» – говорит он в 22 стихе Иисус отверг их просьбу по двум основным причинам Во-первых, удовлетворение их просьбы причинило бы вред как им самим, так и другим И во-вторых, само учение этого не допускало Бог дал Иисусу крест, а не трон Просьба Иакова и Иоанна возмутила других учеников Положительный ответ на их просьбу мог бы расколоть церковь Зачастую наилучшим ответом на наши просьбы является отказ Так было и в этом случае Кто-то заметил, больше слез пролито над молитвами, которые были удовлетворены Чем над теми, которые были отвергнуты Я прожил достаточно долго, чтобы благодарить Бога за отрицательные ответы Эгоистичные, непродуманные молитвы приносят нам много горя Они уподобляют нас детям, которые хотят слишком много сладостей Читайте текст дальше Сыновьям была предложена жертва вместо славы Успешная молитва – это не то, что мы получаем от Бога А то, что Бог получает от нас Этот вывод является краеугольным в нашей молитвенной жизни Молитва к Богу рассчитана не на то, чтобы дать нам хорошее самочувствие А на то, чтобы мы познали смирение Молитва никогда не заменит работы, размышлений, наблюдений, страданий или отдачи Молитва – это основание для всех этих дел И в молитве Бог позволяет раскрыться нашим лучшим сторонам Иакова и Иоанна Иисус назвал сынами Громовыми В Евангелии от Марка, 3 главе, 17 стихе Время и зрелость изменили их Иаков был первым из апостолов, кто принял смерть за веру Иоанн стал любимым учеником и апостолом любви Если говорить честно, то иногда мы с ужасом вспоминаем о том, чего когда-то желали То, чего мы когда-то сильно хотели, теперь нас отталкивает Молитва изменяет нас, потому что она делает нас зрелыми Вера в молитву требует от человека глубокомыслия и честности Бог ведь уже знает о нашей просьбе до того, как мы обращаемся к Нему Скептики в таком случае обычно говорят А зачем же молиться? Да в этом-то и кроется вся причина для молитвы Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду Прежде вашего прошения у Него Евангелие от Матфея, 6 глава, 8 и 32 стихи Иисус говорил, что молитва подобна тому, как дети приходят к Отцу с просьбой Матфея 7, 11, Луки 11, 13 Дети не получат много подарков от родителей Если не будут стремиться к ним серьезно и настойчиво Помните, Иисус также говорил Просите, ищите, стучите Молитва – это не автоматическое религиозное чудо Слишком многие родители дают своим детям слишком много и сразу А когда такие дети становятся взрослыми, то оказываются плохо подготовленными к реальной жизни Бог – это недобрый Дед Мороз Безответственное желание, если их удовлетворять, приносит много вреда В молитве присутствует глубокая настойчивость, а не ребячество Если ребенку давать все, что он хочет, то ему скоро все наскучит Мы не должны в молитве просить того, ради чего не готовы трудиться Слишком многие сегодня дают, ничем не жертвуя, молятся, не постясь и евангелизируют, не плача Это не пройдет Одним из главных критериев оценки молитвы являются наши действия после молитвы Молитва – это дисциплина Прискорбно, но многие из нас думают, что Бог может действовать только одним способом Библия говорит нам, что иногда ситуация, прежде чем улучшиться, становится еще хуже В этом истина креста Нет креста – нет и венца Бог может даже сделать противоположное тому, чего мы ждем Основной принцип в вере – это быть готовым к неожиданностям от Бога Можно ли доверять Богу вслепую? Бог может положить только в пустые, нераскрытые ладони Похоже, легче верить Богу в отношении вечной жизни, чем жизни повседневной Другие в ложном смирении не хотят беспокоить Бога Беспокоите Бога! Родители хотят, чтобы дети беспокоили их Родители радуются, видя, как их дети растут и взрослеют Для Бога нет ничего слишком малого Для Него нет ничего слишком большого Все, что слишком незначительно для молитвы, не стоит и того, чтобы об этом вообще беспокоиться Думать, что для Бога что-то слишком велико, проявлять неверие Не бойся молиться, не бойся просить Молись без надежды, молись без ответа Молись в темноту, будто не было света Не бойся молиться, не бойся просить Но если не можешь отцу рассказать про все сокровенные тайные души Оставь все желания, не думай о них Молись и проси от тебя их убрать Может ли человек изменить решение всемогущего Бога? От такой чести аж дух захватывает Хотел бы я, чтобы у меня были ответы получше Может ли смертный, слабый, грешный человек изменить непогрешимого Бога? Абсурдна ли эта мысль? Моисею это удалось, читаем мы в книге Исход, 32 глава, 14 стих И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой, читаем мы там И Господь поступил по молитве Моисея Езекии это удалось, записано в 4 книге Царств, 20 глава с 1 по 6 стихи В те дни заболел Езекия смертельно И пришел к нему Исайя, сын Амосов, пророк И сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего Ибо умрешь ты и не выздоровеешь И отворотился Езекия лицом своим к стене И молился Господу, говоря О Господи, вспомни, что я ходил перед лицом твоим верно И с преданным тебе сердцем И делал угодное в очах твоих И заплакал Езекия сильно Исай еще не вышел из города, как было к нему слово Господне Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего Так говорит Господь Бог Давида, отца твоего Я услышал молитву твою, увидел слезы твои Вот я исцелю тебя В третий день пойдешь в дом Господень И прибавлю ко дням твоим пятнадцать лет И от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей И защищу город сей ради тебя и ради Давида, раба моего Другие молились и получали славные ответы Смирение Бога, риск Бога, вот это Бог Другие, подобно Иакову и Иоанну, о которых сказано в нашем тексте Потерпели неудачу Сама мысль о том, что человек может предлагать что-либо Богу Кажется невероятной Однако молитва это не суеверие Бог и не волшебник, и не страховая компания Мудрые родители хотят, чтобы их дети обращались к ним Со своими детскими просьбами Они хвалят умные просьбы, но не позволяют манипулировать собой Бог терпеть не может побрякушек, идолов и детских обещаний Бог не в статуях и не в четках Молитва это не спор Человек не может склонить Бога к тому, что противоречит его воле Бог не делает что-либо неохотно, он делает все по своей воле Мы не должны стараться, так сказать, уговорить его снизойти до нас Мы должны пытаться возвыситься до него В молитве не мы используем Бога, а Бог использует нас Сама идея испытания Бога – это легкое, непреднамеренное богохульство Использовать дружбу – значит злоупотреблять этой дружбой Другие апостолы были возмущены Иаковом и Иоанном Это может просто означать, что их раздражала мысль о том, что сами они не догадались высказать эту просьбу первыми Один молится о дожде, другой молится о солнце Молитвы могут взаимно исключать друг друга Природа, то есть Бог через нее посылает дождь на праведных и неправедных Бог не может противоречить сам себе На земле проживает свыше пяти миллиардов человек и у Бога хватает работы Да, признайте это, слишком много незрелых молитв Они эгоистичны и неправильны, и об этом наш текст Мы смотрим на Иакова и Иоанна с возмущением, затем с сожалением и затем с юмором Они так похожи на нас Что бы они подумали о наших молитвах? Все слайды с уроками можно найти на приложении Капли Сота Там добавляются регулярно новые уроки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok